Гена Шпаликов никогда не видел своих стихов в печать. И вот через пять лет после его трагического конца он повесился, вышла книжка. В неё вошли известный сценарий «Мне 20 лет», по которому был сделан Марленом Хуциевым фильм. Ранний его сценарий и последний «Долгая счастливая жизнь». Сценарий, по которому он сам поставил фильм. Очень хороший, очень печальный и мало рекламированный, и мало показывавшийся на экранах. Кроме того, стихи его далеко не все, конечно, и несколько подчищенные, и урезанные, и несколько страничек, как называется, из блокнота. И под конец фотографии. Фотографии невероятно как-то всех, кто его знал, очень взволновавшие, потому что там он молоденький, хорошенький, тоненький, улыбающийся и печальный, каким мы его знали до последних его лет. Не надо мне гражданской панихиды, не будет утром драурных газет. Подписчики по мне не зарыдают, прости-прощай, центральный комитет. Ах, гимна надо мною не сыграют, я никогда не ездил на слоне, и не решал важнейшие задачи. И страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут. Вот тот кусок, где он просит прощения у центрального комитета, выброшен из книги. И в последнем куплете, где он говорит, что никогда не ездил на слоне и не решал важнейшие задачи, решение важнейших задач заменено, имел любви и неудачи, что-то в этом роде. Но, тем не менее, это для всех нас, любивших его, по-настоящему любивших. Он стоил этого. Это большая радость, что хоть в урезанном виде, но стихи его вышли в печати. Виктор Платонович, мне кажется, что вообще это символично немножко для Геннадия Шпаликова. В принципе, его вещи появлялись в печати, печатали сценарии. И, более того, снимались фильмы. Ну, вспомните хотя бы этот его знаменитый сценарий «Мне 20 лет». Мы с вами знаем, что и сценарий, и фильм сначала назывался «Застава Ильича». И именно как «Застава Ильича» этот фильм прогремел в свое время. Хотя увидеть фильм «Застава Ильича» удалось немногим. Уже фильм «Мне 20 лет» значительно отличался от первого варианта. Мы помним скандал, который был с этим фильмом. Виной, которым был я, к сожалению. Я позволил себе расхвалить этот фильм в своих записках, которые были об Америке и Италии. И были разруганы Хрущевым. И именно в связи с тем, что я писал об этом сценарии. И так как я его хвалил, а меня надо было ругать, то заодно схватили за сценарий. И я, к сожалению, являюсь виновником этой маленькой, а может и не маленькой трагедии. Виктор Платонович, как ни странно, позвольте с вами не согласиться. Потому что я в это время был членом редколлегии киностудии Горького, на которой снимался этот фильм. И я знаю, что просто время резко изменилось. И даже, как говорится, без вашей помощи все равно фильм в таком виде не прошел бы. Он мог бы выйти за полгода раньше. Время было другое. А тут уже время изменилось. Была знаменитая выставка в Манеже. Началась охота за ведьмами. И, конечно, фильм в том виде, в котором он был, о самостоятельном мышлении молодежи, а, собственно говоря, эта тема фильма, уже не мог выйти. Но, извините, я вас перебил. Вы меня немножко утешили тем, что сняли с меня какую-то долю вины. Но вернемся к этой самой книжке. Избранная. Изданная. Искусством. И предваренное предисловием Евгения Габриловича и Павла Фина. Предисловие, которое тут я как-то не совсем понял. То ли это юмор какой-то, то ли это что-то другое. Но называется оно «Долгая счастливая жизнь». Очень милое предисловие, очень тёплое предисловие, очень высоко оценивающее и самого Шпаликова, и его творчество. Ну, конечно, там как-то не говорится о трагизме его жизни и о печальном конце, трагическом конце, и говорить о долгой, сколько ему было лет, ему не было сорока лет, когда он умер, и счастливой жизни писателя, трудно говорить. Тем не менее, я сам себя хочу опровергнуть. В чём-то его жизнь была и счастливой. Кто-то недавно мне в каком-то споре, в каком-то разговоре произнёс такую сентенсию, что «Ах, все советские писатели врут, и нет ни одного советского писателя, который бы сказал правду». Я перебил и сказал «Вот Гена Шпаликов». Вот Гена Шпаликов ни разу, ни одним словом, ни одной фразой не соврал. И пусть большинство его стихов не напечатаны, а они известны так, кто-то их поёт, кто-то их вспоминает, но ни в стихах, ни в сценариях ни одного слова лжи не было. И я думаю, что для писателя, а Геннадий Шпаликов был писателем и поэтом, это большое счастье. Последний раз, когда я с ним встретился, а хочется это вспомнить, он был болен, не будем скрывать, он пил. Мы его пытались как-то в Киеве помочь ему в этом деле, лечили, он не очень придерживался всех этих сложных правил. Но последний раз, когда мы с ним гуляли по вечерней Москве, мы бродили вдвоём, и вдруг вынули записную книжечку, и кому бы нам пойти? Вдруг выяснилось, перебирали мы все адреса, и выяснилось, что тот болен, тот уехал, кто и не хочется, та изменилась, и, в общем, никому мы не пошли. И зашли мы в гостиницу «Украина», взяли кофе, и последний раз я пил с ним кофе. И тогда он мне печально сказал, «Вика, возьми меня в Париж, я отдаю тебе слово, пить я не буду, так вот иногда, как у него тихнего светленького певца с тобой, а больше не буду, а здесь я уже больше не могу, задыхаюсь я, задыхаюсь, возьми меня в Париж». Это была буквально последняя фраза, которую я от него слышал. Дальше мы расстались, я посадил его в такси, и только уже здесь, в Париже, от нашего общего друга, приехавшего из Москвы, узнал я о его смерти.